Сервис 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 И предварительная оценка. Это оценка документов об образовании, уровень владения языком и проведение онлайн-собеседования. Но онлайн-собеседование это даже не вступительное испытание, а общение с кандидатом на обучение. Из этого можно понять, настроен ли настроенный гражданин на обучение и также эффективное общение кандидатов для обучения в аспирантуре с будущим научным руководителем. И начинается основной этап. Это прибытие на обучение и адаптация. Значит, первый момент организации прибытия и размещения. Я буду рассказывать также на примере МИСИС, как у нас это проходит. И оформление стипендиальной карты. Также для иностранных студентов необходимо организовать медицинское обслуживание. Это подразумевает оформление полиса ДМС и организации ежегодных медицинских осмотров. И еще важное такое мероприятие – ориентационная сессия. Она длится от 3 дней до 4 недель. Вот и состоит из модулей по разным тематическим направленностям. У нас в МИСИС тоже задействован клуб интернациональной дружбы в этом мероприятии. И модули у нас по разным темам. Значит, расположение учебных корпусов, правила поведения, миграционный учет и медицинское обслуживание. Ну, то есть, чтобы ввести в курс дела наших, вновь прибывших студентов. Следующий момент. Иностранному студенту необходим доступ к учебным и информационным материалам в режиме онлайн. Для этого есть учебные материалы не только на русском, на иностранных языках, а также есть электронная библиотека. И необходимо для студентов, желательно разместить тоже на сайте, перечень полезных сайтов для иностранных студентов. В этот перечень может быть включен сайт российского образования для иностранных граждан, сайт ФМС, также электронная библиотека, портал открытого образования, где они смогут получить тоже какую-то важную для себя информацию. Также у нас в МИСИС есть справочник иностранного студента. Он на русском и на английском языках. Сейчас могу вам продемонстрировать его, в каком он у нас формате выпускается. На таком удобном здесь есть основная тоже информация, сейчас покажу на слайде. Вот, это русскоязычная версия. Вот, в этом справочнике есть схема учебных корпусов, схема метро, ну, то есть такой информативный материал для первокурсника. А также такой справочник есть и на английском. Вот, если хочет кто-то поближе ознакомиться, у меня есть демонстрационные, так сказать, образцы. Вот, и мы планируем еще тоже распечатать вот такие буклеты «Студенческая жизнь МИСИС». В этих буклетах у нас будет указано, ну, какие-то там, какие у нас есть для студентов клубы. Это тур-клуб, лендвич-клабс, студенческое конструкторское бюро и клуб интернациональной дружбы. А также второй буклет, тоже такой рекламный, у нас посвящен социальным, да, социальным сетям, контактам в социальных сетях. Ну, тоже для студентов будет полезно ознакомиться. Следующий момент в сопровождении иностранного студента – это мониторинг успеваемости. Вот, поскольку они приезжают в незнакомую страну, первое время им достаточно сложно адаптироваться к нашим условиям. Необходимо осуществлять взаимодействие с учебными дирекциями, а также проводить какую-то индивидуальную работу с иностранными обучающимися. Ну, вот, как раз из этого и выходит у нас личностно ориентированный подход к иностранным студентам. Необходимо также развивать институт кураторства и систему тьютерства, привлекая студентов старших курсов. Также необходимо знать иностранного языка сотрудниками образовательной организации, сотрудниками общежития, сотрудниками бухгалтерии, которые смогут помочь тоже нашим студентам. И такой еще важный момент – проведение тренингов для профессорско-предподавательского состава. Так как специфика работы с иностранными гражданами имеет свои особенности, это связано с менталитетом каждой страны и каждой национальности. Вот, и как предложение проводите тренинги методические, психологические, семинары с привлечением сотрудников университета. Также в МИСИС у нас организуются бесплатные дополнительные занятия для студентов первого курса. В рамках проекта 5.100 кафедры иностранных языков у нас проводят дополнительные занятия по русскому языку в течение семестра. Вот, и также выпускают дополнительные учебные материалы для первокурсников. Итак, вот, Клуб интернациональной дружбы нашего университета. Есть ссылки тоже у нас в социальных сетях, логотип. Вот, в актив привлечено 40 постоянных студентов и общее количество участников, включая иностранных студентов, это более 500 студентов. Основными направлениями деятельности является проведение организационных собраний. Вопросы могут быть различного характера, связанные с жизнью университета, с общежитием, с миграционным учетом. Ну, в общем, какие-то, если у них есть вопросы, они могут задать, обсудить вместе с ребятами из КИДа. Также есть такое мероприятие «Спартакиада». Это спортивные соревнования, которые проводятся ежегодно. Главная цель этих мероприятий – сплотить наших иностранных студентов и представителей разных национальностей. Ну, соответственно, по итогу мероприятия выдаются призы. Также у нас действует Language Clubs, о котором я уже говорила. Они проходят тоже при участии студентов старших курсов, активистов КИДа. У них проходит знакомство с традициями русской культуры, какие-то такие мероприятия, то есть чтобы они познакомились, не боились общаться. И экскурсии по Москве. Экскурсии по Москве проходят как на русском, так и на английском языках, также с привлечением студентов старших курсов. Также проходит интеллектуальная игра Brain Ring. Это проводится с целью развития тоже исполченности коллектива, развивает у иностранных студентов умение общаться, выступать, проявлять там свои какие-то интересные, свои способности. Вот, и также у нас проводится ежегодно. Вот, еще есть такой интересный момент – это моделирование ООН. Это такая ролевая игра, в ходе которой участники, представители разных национальностей, они играют, как бы, воспроизводят работу главных органов ОООН. Ну, вот, вы тоже можете видеть такой небольшой фотоотчет о проведенном мероприятии. Ну, и, соответственно, целью является улучшение навыков общения, в том числе практика русского языка и публичных выступлений. Вот, одним еще таким важным моментом является волонтерство и социальное проектирование. Это наши ребята посещают коррекционный детский дом. Вот, с ребятами, с детьми из детского дома проводят встречи, посвященные праздникам. Новый год, это они ходят с подарками. Вот, тоже такая социальная адаптация. Одно значимое мероприятие, это фестиваль День национальности. Проводится он ежегодно, в апреле, с привлечением не только студентов МИСИС, но и других вузов. Вот, и в этом году тоже из Казанского федерального университета у нас были гости. Да, и вот я смотрела ролик, видеоролик, да, интервью, что очень понравилось мероприятие. Значит, ну это краткий, краткая программа этого мероприятия, что у нас там представлено. Это флешмоб, дегустация национальной кухни, концерт и запуск шаров. И в этом мероприятии, в этом году, проводился Международный конгресс студенческих объединений. Ну, как вы видите, участники конгресса, это и студенты зарубежных вузов, и московских вузов, российских вузов. Общей целью являлась консолидация международного опыта и развитие сотрудничества. Также вы можете зайти на сайт конгресса, чтобы ознакомиться с дополнительной информацией. Проводилось с 14 по 16 апреля, тоже вы можете видеть фотоотчет. И на этом конгрессе проводились 4 сессии по 4 темам. Это гармонизация межнациональных отношений, социальная адаптация иностранных студентов. Был приглашен президент ассоциации иностранных студентов. Младежное предпринимательство, студенческое самоуправление. То есть направлено на адаптацию студентов, на социальное их развитие. Также проходила в рамках этого конгресса экскурсия на теплоходе для участников. Национальная кухня, концерт и запуск шаров. Хотелось бы еще отметить, какая мотивация у студентов поработать в клубе интернациональной дружбы. Мы их поощряем краткосрочными зарубежными поездками в наши вузы-партнеры. У нас студенты были в Китае, в Германии, в Черногории, в Польше. У группы примерно от 10 до 15 человек может быть. Ну, в зависимости от активистов. То есть на протяжении года отслеживаем. И в заключение хотелось бы сказать, какие еще могут быть сервисы, даже на улучшение, точнее, мероприятия направленные на улучшение сервисов. Это мониторинг успеваемости образовательного процесса, анкетирование выпускников в связи с удовлетворенностью обучения. Также взаимодействие с ассоциациями и землячествами. Так, ну что ж, мы узнали теперь всю историю адаптации иностранных студентов в МИСИСИ. Какие-то вопросы есть? Да. Да, пожалуйста. Вы осуществили, что в качестве механизма инфекции используются как-то срочные поездки вузы-партнеры. То есть, правильно мы понимаем, что это осуществляется на какие-то специальные программы в пункте вузы-партнеры? И происходит ли это на обстоятельной основе? Программы утверждаются тоже, проводятся работы с вузами-партнерами. И в плане финансового обеспечения тоже все это обговаривается отдельно на какие программы. Ну, возможно, там неделя-две. Для студентов проводятся какие-то общие студенческие мероприятия в виде собраний, посвященные тоже теме адаптации студентов. Естественно, вопрос заранее согласовывается, да, но это не образовательная программа. А это программа пребывания, допустим, в течение двух недель. Вот в этом году у нас съездили 22 человека студентов, самых активистов в Киеве. Спасибо. Так, ответ получен. Вопрос. Да, пожалуйста. Я ожидала, на самом деле, такой вопрос. Вот, значит, поскольку наш университет входит в проект 5100, некоторые мероприятия такие с привлечением каких-то международных и вузов, в том числе, вот, как международный конгресс студенческий, вот, был, финансировался из проекта 5100. Также в университете есть такой проект, который называется проектная деятельность студенческих объединений. Вот, и из этого тоже финансируются мероприятия Кида. Поподробнее. Ну, да, да, да. Ну, это деньги закладываются изначально на учебный год, точнее, на календарный год. И в рамках тех мероприятий, которые планируются у нас на весь год, да, эти деньги заложены изначально. Эти мероприятия, самые крупные мероприятия, такие как Конгресс, Конгресс, потом Клуб, точнее, не Клуб, а День национальности, вот, это очень крупные мероприятия на самом деле. И, правда, здесь уже мы можем планировать что-то изначально, где-то в сентябре, в отеле месяце, когда формируем новый бюджет. Поэтому, ну, здесь как бы... Это тоже спецпокужа, или это какие-то... Это... Собственные деньги? Нет, 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 это... Вы имеете в виду в небюджетных средствах? Нет, это не небюджетные средства, это централизованный фонд. Централизованный фонд, который формируется в университете, понятно. Потому что, из-за чего я понимаю вопросы, ППК не предполагает финансировать поездки студентов, ни под каким видом. Спасибо, еще вопросы? Прошу вас, пожалуйста. У меня еще есть вопрос относительно того, как вы вообще учитываете ли вы геозно-этинический фактор, например, в приселении иностранных студентов, в общежитии, в принципе, в особенности адаптации. Особенно, конечно, речь идет о среднязии. В принципе, есть ли вы, например, какие-то риски адаптации для этих студентов? Ну, могу сказать, что в общежитии наши студенты иностранные проживают вместе с российскими студентами, чаще всего это необходимо для более быстрой адаптации к языковому, преодолеть языковой барьер. Но если, конечно, случаются такие конфликты, мы стараемся оперативных решать, взаимодействовать с администрацией общежития. Да, безусловно, я знаю случаи, когда, например, студенты из Средней Азии хотели, чтобы их обширить, например, была специальная компания, где они могут, например, некие регионные свои обряды совершают, могут не лениться. Ваши предприятия, и, скорее всего, такое обае. Ну, пока могу сказать, что с такими проблемами на моей практике я еще пока не сталкивалась. Пока у нас были проблемы в плане еды, то есть национальные даты тоже такие требуют особенности, что некоторые студенты, например, не нравятся, как на кухне пахнет, что вытяжка не справляется. А в остальных мы стараемся тоже все это оперативно решать. Также привлекаю и, может быть, студентов, и администрацию, и самостоятельно. Ну и периодически тоже, как студенты, когда к нам приходят, спрашиваю, как дела, как обязательно первокурсников первое время их обязательно тоже нужно как-то поддерживать. Там не только и... Ну да, на самом деле вопрос актуален, да, вот, и как при расселении студентов, иностранных студентов, мы их стараемся населять в перемешку. То есть мы здесь используем, всегда осматривались на РУД, потому как здесь, во-первых, и подтягивают они язык, вот, и вместе с тем, чтобы было какое-то вот такое погружение в российскую культуру. Естественно, да, естественно, что мы уходим от того, чтобы, допустим, из Чечни, ребят, или из Дагестана, да, сидеть все вместе. Мы их пытаемся разбить. Но здесь сталкиваемся, зачастую уже для себя определили те категории, так скажем, в кавычках опасной национальности, да, которые, допустим, нигерийцев с чеченцами мы никогда вместе не поселим. Вот, потому как здесь непонятно, кто будет победителем, да. Все это... Так, сейчас что-то подавить. Прошу вас. Она дальше... Да, да. Полина, скажите, пожалуйста, вы упоминали там относительно того, что должны знать административный персонал, английский язык, и они действительно это знают? И если они действительно знают, как вы этого добились, то есть вы взяли абсолютно новый штат, или вы обучили тот, который существует? Значит, те сотрудники, которые работают у нас в нашем управлении, знают иностранный язык, но есть у нас тоже службы, которые еще не владеют языком в достаточном объеме для общения с нашими студентами. Дипломатичные ответы. Но для этого в нашем университете организуются курсы для сотрудников университета обучения языкам. То есть это... Бесплатно? Или это как-то университет платит плату? Обязательно. Со следующего года бесплатно. Позвучим, пока бесплатно. Пока платят. Пока да. А если не есть университета, или сам университет платит? Вот сейчас пока сотрудник платит сам. А со следующего года планирует, что будет определенная квота, да, то есть, допустим, на подразделение, на администрацию общежития. Вот. Для них будет бесплатно обучение. Какое это вам есть? Прорабатываем от вопросов. В рамках ППК? На вряд ли централизованных средствах. Спасибо. Ну, будем считать ответы. Еще есть вопросы? Да. Спасибо. В отличие от презентации вопрос такой. У вас есть какие-то меры по хранению для жертвы в зону в письмах? И вот, в связи с письмом, которое вы дали, вот, из зону на здравоохранение, по поводу Харатки, и вы не знакомы? Да, конечно. Мы руководствуем все к ним письмами. А никогда не успеет. Не забирайте. Нет, ну, конечно, следуйте инструкционным письмам. И в то же время мы содействуем оформлению полиса ДМС, и студенты у нас ежегодно проходят медицинский осмотр. И карантин. Каждый вуз, по всей видимости, на это письмо будет реагировать по-своему. В зависимости, да, от студентов из этих стран, указанных в письме. Конечно. У нас будет выступление Цветковой Сергея Анатольевича, там он скажет о том, как нам пришлось реагировать на такое письмо и ранее еще другие письма. Так, есть вопросы еще? Пожалуйста. А есть ли какие-то формальные рамки, например, определенные локальные марки, в которых устраивается работа со студенческими землячками? Хороший вопрос. То есть формализуете ли вы как-нибудь работу с землячьми, подводите какие-то стандартные схемы? Ну, скажу, как у нас есть, что в социальных сетях у нас есть информация, вот клуб интернациональной дружбы. Значит, в социальных сетях есть фотографии председателя землячества, контакты. То есть студенты могут зайти на сайт и посмотреть, обратиться. Ну, соответственно, проводятся вот собрания такие тематические при участии представителей землячества. Естественно, все это организовывается каким образом? Да, мы проводим встречи по землячеству, они сами выбирают председателя своего землячества. Более того, этого председателя мы согласуем с посольством той страны в Москве, вот, и находимся в прямой связи, в прямом контакте как с председателем землячества, так и с аташе по образованию и культуре этого посольства. Естественно, вот в таком формате. Я понял, и сразу, когда вопрос речь идет о землячестве в рамках ВУЗа или в рамках Москвы? У нас есть, нет, смотрите, у нас есть, мы это говорим, просят землячество в рамках нашего университета. Да, и естественно, что есть землячество, там, да, в принципе, китайское, вьетнамское. Мы проводим собрание как по странам, так и в целом ассоциации нашего университета. Хорошо, ответ получен. Я надеюсь, все понятно. Так, и у вас вопрос, пожалуйста. Комментарий. Вы сотрудничаете с какими-то официальными землячествами, если таковы, я уже скажу, что вы вообще отбираете? Я знаю, что некоторые землячества в отдельных странах, они, ну, скажем, так, очень эффективно влияют на инфрацию студентов в России. В области привлечения. Как землячество помогает в адаптации студентов? Землячество в адаптации нам помогает. Привлекаем студентов старших курсов, представители землячества являются успешными студентами, то есть хорошо учатся, активисты наши. Ну, могу сказать еще по, даже не по землячествам, а, наверное, еще по ассоциациям. После моей командировки в Монголию, вот, по Олимпиаде время учиться в России, также у нас возник вопрос не только, там, с привлечением, с обучением и с трудоустройством наших студентов, вот, и вот пока могу сказать в плане ассоциации, что необходимо с ними работать, так как выпускники наши, как достаточно успешными людьми в своей стране, занимающие тоже очень-таки высокие посты, можно через них, как бы, прорабатывать эти вопросы. Не только привлечение трудоустройства, но также приглашать их в университет. Они могут, там, провести собрание, выступить, и могут выступить не только у нас в Москве, но и в себя в стране. Тоже хороший такой механизм.